Добрый вечер. Добрый вечер все те, кто присоединился к нам на День открытых дверей Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. Мы проводим, как уже стало, традиции, которую, надеюсь, мы в какой-то момент прервем, традиции последних двух с половиной месяцев. Школа бизнеса в таком Zoom эфире уже третий раз в виде Дни открытых дверей, и достаточно часто вы нас видите, когда к вам приходят отдельные лекторы, мы проводим те или иные семинары, выступления наших гостей. Но сегодня нам, на самом деле, важно снова повторить какие-то базовые вещи о Школе бизнеса для тех, кто присоединился к нам только что, рассказать о тех новшествах, которые появились за последние полтора месяца, которые прошли со времени последнего Дня открытых дверей, и, наверное, показать очередную порцию тех, с кем мы работаем в качестве научных руководителей, направлений, кто является нашими наиболее яркими лекторами, кто является драйверами тех или иных начинаний в рамках Школы бизнеса. Я, как проректор, наверное, являюсь своеобразным связующим звеном между этим большим университетом ГИМО и его специализированным подразделением, которое работает прежде всего на взрослую, как мы говорим, аудиторию, работает на бизнес-аудиторию, на тех, кто приходит к нам на программы MBA, Executive MBA, на годовые и более короткие программы переподготовки, повышения квалификации. Есть, на самом деле, целый ряд коротких программ, которые длятся один-два дня. И, наверное, моя задача с тем, чтобы не происходила отрыва Школы бизнеса от университета, и Школа бизнеса могла пользоваться всеми теми достижениями, которые есть в университете, и конвертировала это уже на такую современную аудиторию. Действительно, у университета ГИМО эти достижения лежат прежде всего в практической плоскости, но опыт 75 лет, когда он уже находится в таком спрессованном состоянии, он сам по себе превращается в теорию, но теорию живую. В ГИМО действительно 53 иностранных языка, и когда нам говорят, а, это, наверное, такая вот для того, чтобы получить сертификат книги Гиннесса. Да, мы получили сертификат книги Гиннесса, но 53 иностранных языка, например, 18 из них сейчас у нас открыты в магистрской программе по международным аграрным рынкам, которую мы реализуем с Министерством сельского хозяйства и целым рядом крупных агрохолдингов. Или когда говорят, а, вот там у вас есть совершенно оторванные, наверное, от бизнеса предметы, связанные с социологией, связанные с журналистикой. Мы говорим, да, есть социология, которая, наверное, есть теоретическая социология, но есть практическая социология, которую ты применяешь, когда выстраиваешь отношения уже внутри коллектива или с большими группами людей, это уже скорее, наверное, HR. Да, есть журналистика, но есть ее прикладная составляющая в виде связи с общественностью, и когда эти связи с общественностью уже прокинуты внутрь той или иной корпорации, компании, и это превращается в бизнес-коммуникация. Да, у МГИМО есть своя школа эконометрики, математических методов, но это превращается уже в специализированные курсы по бизнес-информатике и являются основой для совместной MBA-программы с Московским физико-техническим институтом по цифровой экономике. То есть вот это взаимное опыление, взаимная польза, которую приносит большой и, наверное, по меркам сегодняшнего дня уже старый университет и его относительно молодое, но такое динамичное подразделение, как бизнес-школа, на мой взгляд, это уникальная вещь для российского рынка образовательных уступ, на котором мы работаем. Школа бизнеса отличается тем, что, наверное, она использует все возможности большого университета, и когда мы говорим о МГИМО, это кроме его международной идентичности, международной составляющей, это очень сильная правовая школа, и не случайно сегодня среди тех, кто будет выступать перед вами, отвечать на ваши вопросы, руководитель нашей экзекутив MBA-программы Анны Шашковой, которая, что называется, паттен-пасл международно-правового факультета, человек, который закончил этот факультет, человек, который там защищался, преподает, делает юридические курсы, но это не только к тому, что я хочу просто не прорекламировать, хотя это всегда не лишнее, она потом работает с утройной силой за те же деньги, правда. Это к тому, что школа бизнеса МГИМО отличается гораздо большим объемом юридических дисциплин, которые пронизывают, наверное, все образование в школе бизнеса. Это специфика МГИМО, когда мы можем пользоваться услугами и возможностями, ресурсами одного из наших лучших факультетов, и такого нет, я могу это гарантировать, ни в одной российской бизнес-школе является редкостью, наверное, в целом для бизнес-образования. У МГИМО, который очень долго воспринимался, по крайней мере, старшим поколениям, как вуз такой закрытый, на самом деле за последние десятилетия сложилось, наверное, наибольшее количество международных образовательных альянсов. Мы были первыми в стране в 1994 году, кто создал когда-то совместную магистрскую программу, тогда это слово магистратура. В 1994 году это было сугубо чуждое слово, в лучшем случае это были какие-то непонятные магистры и термины, их характеризующие, которые показывали в фильме про французскую заграницу. И в результате появляется в МГИМО целый куст лучших программ с лучшими зарубежными. Изначально это были европейские, французские вузы, потом у нас пришли англосаксонские вузы. И школа бизнеса столь же открыта к этому сотрудничеству. У нас целый ряд программ, которые являются программами двух дипломов, и в частности это программа с британской школы дизайна. Сначала это была программа по менеджменту в индустрии моды. Сразу говорю, это не просто для красивых людей, а красивых людях. Это то, что называется в английской терминологии текстайл. То есть все, что касается производства, продажи, ритейла, транспортных потоков и собственной индустрии моды, связаны и с одеждой, и с аксессуарами, и с огромным объемом бизнеса, который складывается вокруг этой индустрии. И Дарья Ядерная расскажет об этой программе, и еще одной программе, которая у нас родилась, как такой уже в развитии нашего сотрудничества, программа по стратегическому менеджменту и маркетингу. Потому что мы посмотрели, что наши британские партнеры и тех людей, которых они к себе привлекают, они оказались в целом ряде дисциплин гораздо более профессиональны, чем те традиционные российские лекторы, с кем мы работали. У МГИМО, очевидно, есть целый ряд своих коренных, корневых таких программ. И прежде всего Василий Ткачев, который руководит целым рядом программ, которые реализуются в формах коротких, MBA программы, отдельных модулей. Это программы, связанные с финансами, корпоративными финансовыми, финансовыми, банковскими, финансовыми, инвестиционными. И наши коллеги, которые пришли вместе с Василием, попробуют рассказать уже на конкретных кейсах, для чего могут оказаться полезными эти знания. Кстати, полезность этих знаний также оценили наши партнеры и зарубежа. Сейчас программа по финансам, она двойная. Это программа с университетом Ада из Азербайджана. Один из немногих университетов постсоветского пространства, которые входят в международные рэнкинги. Собственно, я думаю, что мне не надо здесь выступать вместо всех, занимать весь эфир. И сейчас я вижу, что наш оператор переводит уже камеру на директора школы бизнеса Анжелику Мирзоеву и с ее заместителем Вероникой Губянц. Они расскажут, дальше продолжат вот это предисловие, и мы переходим уже к нашим научным руководителям, нашим гостям и вашим, дорогие друзья, вопросам и комментариям. Спасибо. Спасибо большое, Артем Владимирович, за подробную презентацию того, чем, собственно, дышит школа бизнеса МГИМО. А школа бизнеса МГИМО, как уже ранее было отмечено, пользуется большим накопленным опытом, который есть и существует в МГИМО-университете. Бизнес-школа МГИМО и все наши программы – это сочетание классического образования, которое дает МГИМО-университет, это международная составляющая, которая присутствует во всех наших образовательных программах, это практический опыт, который также присутствует во всех наших программах через опыт, передающий нашими экспертами, преподавателями, специалистами, практиками, которые работают на наших программах. И это, безусловно, наши слушатели, наши выпускники, которые сами являются представителями бизнес-сообщества. Если говорить о школе бизнеса, то за этот период, который в новых реалиях мы существуем, а как школа бизнеса мы были открыты в 2012 году, мы успели получить несколько престижных международных аккредитаций. Наверное, расскажу об одной из них – это аккредитация Ассоциации MBA, которую мы дважды проходили верификацию в этой уважаемой международной ассоциации. И в 2019 году мы получили аккредитацию на все наши программы MBA Executive MBA и сроком на 5 лет российская бизнес-школа МГИМО является одной из немногих в России, которая получила такую престижную аккредитацию. Мы являемся, кроме того, членами Европейской Ассоциации Менеджмента и являемся членами Ассоциации BJA. Кроме того, надо сказать, что в бизнес-школе МГИМО налажены большие интересные связи как с российскими партнерами, так и с зарубежными партнерами. Среди наших партнеров, как уже отметил проректор Мальгин, являются, существуют как российские вузы – это Кубанский государственный аграрный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, с которыми мы реализуем программы магистрской подготовки и программы профессиональной подготовки по подготовке АТАШЕ. Это программы МБА, которые мы реализуем совместно с Британской высшей школой дизайна МФТИ, программа МБА СМИСИС, программа МБА, которую мы в этом году открываем совместно с Азербайджанским университетом АДА. Программа будет идти на английском языке. Среди наших партнеров такие крупные, российские и иностранные компании, как УГМК Холдинг, компания Сибор, компания BP, САП, Майкрософт, Сбербанк, РЖД, Банк России. Их очень много, просто перечислять не стану, всех наших партнеров. Они, безусловно, отличаются тем, что делятся своим практическим опытом и дают посылы для того, чтобы наши слушатели, наши студенты перенимали лучший опыт, который существует как в России, так и за рубежом, и применяли полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. Если говорить о наших программах, то я бы хотела сейчас, наверное, передать слово научному руководителю программы Executive MBA, профессору МГИМО, Ане Владиславовне Шашковой, которая расскажет и презентует нам программу Executive MBA, которую мы реализуем уже много лет. Программа является топовой для нашего университета и для нашей школы бизнеса. У программы большой пул уже выпускников, большой пул партнеров, и программа уникальна тем, что она построена совершенно иным образом, нежели чем преподносится, например, в западных бизнес-школах, потому что практически каждый модуль составляется индивидуально под группу. Но я здесь замолкаю, передаю слово Ане Владиславовне. Анжелика Маликовна, большое спасибо. Коллеги, добрый вечер. Я рада вас приветствовать. Спасибо большое за внимание. Анжелика Маликовна рассказала про программу практически все, поэтому я сейчас ознакомлюсь с небольшими деталями программы. Прежде всего, чем отличается Executive MBA от MBA? Это, конечно, у нас лучшие слушатели. Это программа и карьерного, и личностного роста одновременно. И слушатели к нам приходят тогда, когда чаще всего они упираются в потолок. И это может быть личностный потолок, это может быть карьерный потолок, это потолок, когда не можем прыгнуть выше головы. Вот это то, что мы позволяем сделать. Мы позволяем прыгнуть выше головы. Каким образом строится программа? То есть я пока остановлюсь на основных отличиях. Это приглашаются иностранные преподаватели. У нас есть модули иностранных лекторов. Очень удачно был модуль по корпоративным финансам, по лидерству, по ведению переговоров. Мы выезжаем в аккредитованную школу NISMO Business School. Мы выезжаем на УГМК. У нас выпускной проект. Это обычно проект коллективный. И здесь дается синергия. И основные цели, которые ставят слушатели и к которым они приходят на программе, это вот когда они упираются в потолок, как раз возможность залететь над своей проблемой, возможность увидеть за деревьями лес и таким образом решить те вопросы, которые изначально, кажется, что сдвинуться здесь очень сложно. По структуре программы. Программа начнется 22 октября. Переключите, пожалуйста, на слайд. Как раз по структуре. 22 октября мы стартуем и учимся пятница-воскресенье. Но 22 октября – это четверг, и это постановочный день, когда как раз мы понимаем, что именно требуется тем конкретным слушателям, которые приходят на программу. То есть слушатели сами рисуют карту компетенций, сами выбирают, каким образом они будут двигаться по программе. Мы регулярно встречаемся и регулярно обсуждаем со слушателем, какие дальше модули они будут изучать. Программа построена таким образом, что мы сейчас, чтобы наглядно показать какие-то моменты, которые уже у нас были решены, и к сегодняшнему кризису мы готовы были уже изначально. Давайте быстро сейчас пролистаем слайды, и вот на ряде слайдов просто остановимся. Я обозначу как раз те моменты, на которых хочется остановиться. Вот здесь. У нас модули наши, эмоции, уже давно находятся на Курсере. У меня у самой записано уже 6 курсов на Курсере. То есть это произошло до того, как мы перешли в онлайн-обучение. То есть мы в онлайн-обучение перешли не в кризис, а вот именно до того, как этот кризис наступил. Это то, что мы помогаем сделать на программе. То есть мы сегодня уже понимаем, как завтрашний день будет двигаться. И тем самым ни студенты, ни преподаватели не столкнулись с большой проблемой от того, что мы, к сожалению, сейчас встречаемся в онлайн-формате, а не в очном формате. Давайте дальше еще тоже посмотрим. Есть несколько интересных слайдов, где я просто озвучу, и мы тоже остановимся. У нас интерактивно проходит лекция. Вот это карта компетенции, которую мы рисуем, чтобы понимать, как дальше двигаться. Карта компетенции, она постоянно меняется. Мы выходим на предприятие, смотрим бережливый процесс, смотрим процессы, которые можно улучшить на конкретных предприятиях, готовим презентации, каким образом это сделать. Кроме того, поскольку программа у нас есть ряд модулей, ряд предметов, которые посвящены как личностному развитию, так и развитию в области стиля, этики и этикета. А вот, смотрите, у нас уже маски были еще год назад. Люди сейчас перешли на маски, а у нас они год назад еще были, и мы тоже, в общем-то, в какой-то степени и хотелось бы отметить, что со слушателями у нас уже было несколько выпусков слушателей, и мы продолжаем общаться со слушателями. Большинство слушателей становятся нашими лекторами, они тоже впоследствии презентуют программы, презентуют те достижения, к которым им удалось прийти, в том числе и с нашей помощью. Спасибо большое за внимание. Я с удовольствием отвечу на все поставленные вопросы. В конце мы уже будем их озвучивать. Спасибо. Спасибо большое, Анна Владиславовна. Еще раз хотела бы напомнить, что у нас останется в конце дня открытых дверей, в конце нашей презентации несколько минут для того, чтобы вы, уважаемые наши слушатели, сегодня смогли задать вопросы как руководителям программы направлений, так и присоединившимся сегодня к нам студентам и выпускникам школы бизнеса МГИМО. Сейчас о структуре программы МБИ, о том, как проходит процесс приема на программу, процесс отбора на программу МБИ, и расскажет заместитель директора Вероника Ягубянс. Добрый вечер, уважаемые коллеги. На программу МБИ мы проводим набор один раз в год. Это осенью мы проводим. Программа реализуется в двух форматах. В формате выходного дня, в икенд-формат, когда слушатели собираются к нам один раз в месяц, с пятницы по воскресенье. Занятия проводятся каждый день в течение этих трех дней, с девяти утра до семи вечера. И второй формат, который мы предлагаем, это так называемый модульный формат. Проходит он раз в квартал. Слушатели приезжают к нам на две недели, и занятия в течение этих двух недель идут каждый день с десяти до восьми часов вечера. Продолжительность программы как Executive MBA, так и программы MBA – это 20 месяцев. Стартуем мы осенью. Начало обучения в икенд-формате 23 октября, а в модульном формате мы стартуем 9 ноября. Как вы видите на слайде, мы, конечно же, придерживаемся определенных целей при реализации программы. В первую очередь, глобальной целью является формирование сообщества высокопрофессиональных бизнес-лидеров, талантливых управленцев, которые способны, соответственно, работать как на национальном, так и на глобальном уровне. Конечно, программа нацелена на то, чтобы углубить и расширить профессиональный уровень слушателей, помогает и способствует развитию лидерского потенциала, и в результате обучения слушателей как Анна Владиславовна уже сказала, смотрят на все стратегически. Пожалуйста, можно следующий слайд? Если говорить о профиле наших слушателей, то чуть больше половины наших слушателей это мужчины. Порядка 70% наших слушателей это менеджеры среднего звена крупных российских и зарубежных компаний, и 30% это топ-менеджеры и собственники бизнеса. Если мы говорим о географии, то 80% большинства наших слушателей это граждане России, люди, которые живут не только в Москве, но и за ее пределами. Именно для этого им очень удобно проходить обучение в модульном формате, когда можно приезжать раз в квартал на обучение. И также 20% наших слушателей это представители стран СНГ и европейских стран. По направлению деятельности порядка 50% наших слушателей заняты в сфере услуг, 30% слушателей заняты в сфере производства, это минерально-сырьевые компании, а также компании топливно-энергетического сектора. Ну, также у нас есть слушатели из финансового сектора и сектора маркетинга и рекламы. Пожалуйста, следующий слайд. При формировании учебного плана программы мы опираемся на международные стандарты реализации программы MBA. Программа и дисциплины делятся на три блока. Первый блок дисциплины – это дисциплины базовой общеуправленческой подготовки, которые направлены на формирование у обучающихся четкого представления о менеджменте и формируют экономический и правовой менталитет. Также мы очень большую роль в этом блоке дисциплины отводим таким направлением, как управление персоналом, лидерство, повышение личной эффективности, финансы и стратегии развития предприятия. Блок базовых дисциплин проходит на протяжении первого года обучения. К концу первого года обучения слушатели определяются с выбором специализации. Большинство наших слушателей уже в самом начале обучения заявляют о своем выборе, но, как часто бывает, в процессе обучения в течение первого года меняются какие-то определенные условия, кто-то переходит на другую работу, и есть возможность поменять специализации по окончанию первого года обучения. Такие случаи у нас бывают. На втором году обучения в первом семестре мы предлагаем нашим слушателям дисциплины специализации. У каждой специализации есть свой руководитель. Это специалист предметной области, по чутким руководствам которого проходит выбранный блок дисциплин, и вместе с ним формулируется направление и тема вашего дипломного проекта исследования. В четвертом семестре, в последнем семестре слушатели переходят к блоку дисциплин по выбору. Параллельно с этим идет процесс написания выпускной курифационной работы проекта, практик ориентированного и подготовка к междисциплинарному экзамену. Пожалуйста, следующий слайд. Хотелось бы особенно остановиться на специализациях нашей программы MBA и программах двух дипломов, которые мы реализуем в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными университетами. Мы предлагаем слушателям выбрать следующие специализации. Первая – это специализация международный нефтегазовый бизнес, та специализация, которую мы открыли самую первую в 2004 году, когда начали реализовывать вообще направление программы MBA. Обучение в рамках этой специализации у нас рассчитано на сотрудников занятых в отраслях добычи, переработки, сбыта нефтепродуктов, газа и нефти. Специализация экономикой управления в международном бизнесе также представлено обучение, направлено на изучение передовых технологий управления, эффективных стратегий развития с целью принятия оптимальных решений при выходе компаний на зарубежные рынки. Третья специализация – это финансовый директор. Этот блок дисциплин рассчитан на специалистов, которые уже имеют опыт работы финансов, и желающих занять лидирующие позиции в компании, так называемый, стать финансовым директором. Наша специализация предпринимательства управления бизнесом, которую мы открыли в прошлом году. Она идет у нас в партнерстве с Институтом экономики роста имени Столыпина. Направление ориентировано как на предпринимателей, которые хотели бы заняться актуальными вопросами развития и трансформации своего бизнеса, а также на тех, кто занят в компаниях в государственных организациях и в частных компаниях, которые бы хотели перейти и стать так называемыми предпринимателями. Наша новая специализация «Мировые аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе», которую мы реализуем в партнерстве с базовой кафедрой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Слушатели погружаются во время обучения в рамках блока специализации в вопросы, связанные с различными методами и технологиями введения международного агробизнеса, изучают международный опыт в агропромышленном комплексе, а также приобретают знания в сфере правового обеспечения агробизнеса. И наша новая специализация – это менеджмент в международной торговле. Слушатели в рамках обучения будут рассматривать принципы регулирования деятельности торговой компании на российском и зарубежных рынках. Также подробно очень рассмотрят вопросы, связанные с управлением бизнес-процессами во внутренней и внешней торговле. Особое внимание и место в наших портфолио, наших программ занимают программы двух дипломов с ведущими российскими и зарубежными университетами. Я бы хотела передать слово руководителю наших совместных программ с Британской высшей школой дизайна Дарьей Ядерной, которая расскажет об этом направлении. Здравствуйте! Всем добрый вечер! Очень рада вас сегодня видеть в нашем с вами онлайн-формате. Хочу коротенечко рассказать вам о наших программах двойного диплома. О том, в чем их смысл, зачем вообще мы их делаем и каким образом с ними мы планируем дальше работать. Скажу пару слов, наверное, о себе. Все сегодня очень скромные, поэтому никто о себе ничего не говорит. А я скажу пару слов о себе. Я закончила МГИМО и после этого попала в карьеру достаточно интересную, которая была связана с развитием бизнес-стратегии компании, которая занимается легкой промышленностью. В общем, как вы уже, в принципе, слышали, некоторый анонс. И, соответственно, последние 10 лет провела, занимаясь построением стратегии развития легкой промышленности, всего, что связано с индустрией моды и всеми бизнес-процессами, которые обеспечивают производство, создание, ритейл, маркетинг. Такой прекрасной, красивой и совсем далеко не такой гламурной в общем индустрии. И последние 3 года имею удовольствие курировать совместную нашу MBA-программу МГИМО и Британская Школа Дизайна по менеджменту индустрии моды и также нашу новую программу по стратегическому менеджменту маркетингу. Также являюсь международным экспертом ЮНИДА, организацией ООН, которая занимается помощью развития развивающимся странам в вопросах реализации в этих странах текстильного кластера. И у меня опыт есть в реализации подобных проектов в Грузии, Казахстане, Армении и Азербайджане. Наши двойные программы теперь. Вы только что послушали краткий анонс от Ироники Тайльны. В чем смысл для нас двойных программ? Зачем мы делаем эти двойные программы? На самом деле, наверное, стоит начать с того, что в принципе тот период, который мы переживаем сейчас, ну и не только в связи с ощущением того, что происходит, и те события, которые связаны с текущей пандемией, но и в целом, если мы возьмем период последних 10-20 лет, мы увидим, что конкурентная среда драматически меняется. И меняется она для бизнеса, и следовательно, меняется она для образования, которое готовит кадры в высший уровень топ-менеджмент для тех компаний, которые, в общем-то, и строят новую экономику. И с чем мы с вами сталкиваемся, если в двух словах, то, наверное, можно было бы сказать, что слово 21 века это партнерство. Вот слово 20 века это однозначная конкуренция. Это ценовая война, это маркетинговая война, это попытка получить инсайдерскую информацию для того, чтобы скопировать то, что производит мой конкурент, и попытаться сделать это дешевле, быстрее, эффективнее. 21 век скорее о том, как найти партнера, который позволит тебе закрыть ту компетенцию, которую тебе бы пришлось развивать с нуля. Соответственно, это ровно то, чем мы занимаемся на программах наших двойных дипломов. МГИМО – это однозначно вуз с глубочайшей историей не только подготовки руководителей, как на дипломатическом поприще, так и на бизнес. Это первый университет в России, который, в принципе, услышал слово маркетинг и то, что такое рыночная стратегия управления, и в целом все современные учебники, методические и научные школы маркетинга в России опираются на то, что происходило в стенах нашего университета в 70-е годы. С другой стороны, наша школа бизнеса является одной из самых старейших, не побоюсь этого слова, в России и предоставляет наиболее комплексный подход к MBA. Я думаю, что здесь даже комментировать не нужно, вы послушали все только что сами. Мы имеем международную аккредитацию одной из ведущих организаций мира, в которую включено не менее, менее 3% всех бизнес-школ, что, наверное, само говорит за себя. Мы пользуемся всеми ведущими международными стандартами, мы приглашаем большое количество зарубежных лекторов, в том числе из ведущих бизнес-школ и зарубежных компаний, но помимо этого мы ориентируемся на то, чтобы дозаполнять отраслевые компетенции, подбирая себе партнеров среди лучших на рынке. И поэтому, наверное, не случайно, что наша программа цифровая экономика именно сделана совместно с МФУТИ, программа, связанная с индустрией моды, сделана с британской высшей школой дизайна, программа по финансову с азербайджанским университетом АДА, и наша программа по стратегическому менеджменту минерально-сыровых компаний с МИСИС. Подбор университетов обусловлен тем, что та отраслевая специализация, та глубина практического опыта и тот уровень погружения именно в ту отрасль, индустрию, которую вы для себя выбираете, которую предоставляют эти вузы, это то, что нигде вы не сможете в таком объеме найти. С другой стороны, именно вот этот баланс силы между теми фундаментальными навыками, которые нужны любому руководителю, вне зависимости от того, в какой сфере он работает, и с теми навыками, которые нужны вам для того, чтобы реализоваться именно в своей отрасли, этот правильный баланс достигается партнерством наших двойных программ. Зачем два диплома? Почему недостаточно получить один? Во-первых, наверное, стоит поговорить о том, что такое руководитель вообще сегодня, да, и в первую очередь руководитель сегодня это тот, кто умеет сочетать в себе не только hard skills, но и soft skills. Для этого нам нужен более комплексный подход, и это возможность сочетания самых разных авторских школ и разных взглядов. Зачем приходят люди на MBA? Зачем вы пришли сегодня сюда? Не для того, чтобы вышел респектабельный преподаватель и рассказал вам сумму знаний, накопленную за последние X лет. Все это вы можете прочитать во всех учебниках, статьях, можете все это найти и изучить самостоятельно. Для этого не нужно инвестировать в такое большое количество временного ресурса и такое большое количество, будем честны, финансового ресурса. Тогда зачем же вы приходите? Вы приходите для того, чтобы кто-то собрал эту информацию, проанализировал ее и изложил вам все точки зрения, включая альтернативные, для того, чтобы вы обладали полной информацией обо всех наиболее эффективных методиках и механиках, которые сегодня есть на рынке и могли сделать выбор о том, какая из них наиболее приемлема для вас. И в этом смысле очень интересно партнерство двух различных университетов, которые имеют каждую свою авторскую школу, как научную, так и бизнес. И чего мы хотим на самом деле, это рассказать вам о том, какой многогранный бизнес сегодня, почему нет одного ответа на один вопрос и как научить вас навигировать между всем происходящим. Не секрет для вас, что образование сегодня очень пластично и динамично изменяется, в связи с тем, что классическое образование опиралось на учебные пособия, которые в лучшем случае учили вас, как делалось последние пять лет. В современном образовании больше фокус был сделан на то, чтобы научить вас тому, что происходит сегодня. На самом деле, то образование, к которому мы стремимся, и то образование, которое мы предоставляем на наших программах MBA и EMBA, это умение взглянуть в будущее, это умение улавливать сигналы, которые пока не являются очевидными никому, кроме тех, у кого развита не только чутье интуиция, но еще и умение от зерна, от плевел, от плевел отделять и понимать, что из этого действительно будет оказывать влияние на конкурентную среду в той или иной отрасли. И для этого не безинтересно сравнивать мнения, авторские позиции и методику преподнесения информации, в том числе и двух разных университетов. Это позволяет вам составить полноценную картину и взглянуть на все, что происходит на уровне 360 градусов. И действительно, как правильно совершенно сказала Анна Вячеславовна, прыгнуть выше головы. Для того, чтобы прыгнуть выше головы, нужно посмотреть не на одно мнение, не даже на два, а на целый ряд мнений. И чем более разный бэкграунд и преподавателей, которые делятся такими знаниями, тем более объективное мнение вы можете для себя составить. Немаловажный момент это возможность нетворкинга. Понятно, что когда вы приходите на MBA, то вы попадаете в компанию 25-30 таких же успешных людей, как и вы, которых привело сюда желание стать еще круче, еще лучше, еще амбициознее, еще больше драйва поймать. Соответственно, эти люди, не так просто попасть к ним и не так просто с ними познакомиться в обычном мире. Мы для этого ходим на деловые конференции, на форумы, кто-то из этих людей нам интересен, кто-то нет, нужно потратить много времени, отфильтровать и достаточно много потратить ресурсов на то, чтобы познакомиться и оценить этого человека. Здесь у вас есть уникальная возможность оказаться в одном помещении, поделиться своими бизнес-кейсами, рассказать о том, что привело вас в эту точку, какие у вас устремления, задать свои вопросы и, возможно, коллег, которые с такими же вопросами сталкивались. Именно поэтому очень интересен тот отраслевой аспект, который предоставляет партнерский наш университет, потому что у вас есть возможность обсудить как общие управленческие вопросы в рамках глобального нетворкинга в МГИМО, а посмотрев на спектр наших программ, понятно, что у нас есть и финансовые программы, и программы, больше ориентированные на производственников, программы, более ориентированные на маркетинг и менеджмент. Соответственно, в целом, если у вас стоит задача, вы сможете здесь себе подобрать команду, найти себе партнера по бизнесу, и в том числе, возможно, у вас появятся некоторые новые инсайты о том, как дальше вам развиваться, в том числе и за счет тех идей, которые вы сможете почерпнуть у коллег. И в этом плане, наверное, интересен нетворкинг, который связан именно с различными вузами. Мои программы, это программа МГИМО и Британская высшая школа дизайна, очень интересно посмотреть на то, как наши студенты в целом взаимодействуют со студентами МГИМО и со студентами Британки. Если мы возьмем студентов МГИМО, то, пожалуй, студенты моих программ MBA, это, наверное, самые неординарно одетые, скажем, люди, которые очень выделяются своим вниманием к внешнему виду, трендам, происходящей вообще ситуации с точки зрения эстетики, культуры, искусства, арта, в общем, так они самые условно, так, знаете, нельзя сказать, но, наверное, все-таки скажу, модные из всех наших программ, когда они попадают в Британку, они говорят, боже, здесь такой креатив, мы чувствуем себя здесь настолько бизнес-ориентированными, то есть МГИМО, тот нетворкинг, который реализуется, больше реализуется путем предложения их креативных идей различным другим программам, а в Британке, наоборот, скорее, они выступают как такой бизнес-костыль другим программам Британки, помогают различным дизайнерам, креативным индустриям развиваться и монетизироваться. И вот это уникальное сочетание, когда ты попадаешь в два совершенно разных мира взглядов, воззрений, бэкграунда, менталитета и установок, это позволяет сформировать действительно такой неоднозначный подход ко всему, уметь во всем видеть не одну сторону, а как минимум две. Ну и, соответственно, возможность сочетать глобальный и локальный подход, это то, что всегда отличало МГИМО, и это не только благодаря иностранным языкам, но и благодаря нашей глубокой ориентации интеграции с зарубежными компаниями, причем не только с западом, но и с востоком, умение взять лучшее из международной глобальной конкурентной среды и внедрить это в наше обучение с более локальным подходом, который реализуется здесь, на месте, нашими партнерскими вузами за счет предоставления различных локальных кейс-стадий. Почему вам стоит выбрать нас? Скажу пару слов, если вы все еще сомневаетесь. Во-первых, сегодня нереальный массив требований и ожиданий ложится на руководителя. Что бы ни говорили, а сегодня в ситуации, при которой мы несем ответственность за огромное количество сотрудников, которые сейчас находятся не в самом лучшем положении, экономическом, впрочем, как и многие бизнесы, социальном, поскольку не чувствуют себя защищенными, возможно, психологическими, потому что они переживают тот период, в котором они никогда ранее не находились, и тот бизнес, который мы строим, и ту форму, которую мы придаем, мы на самом деле несем ответственность не только за экономическое преуспевание себя, хотя на самом деле успех начинается с себя, но еще за то, каким будет мир в ближайшие несколько десятилетий. В этом смысле от руководителя сегодня требуется не только умения и навыки, и знания, но еще очень высокий уровень эмпатии, команда образования, лидерские качества. И все вот эти знания и навыки, их можно приобрести, и для этого нужно погрузиться в конкурентную среду с одной стороны, а с другой стороны в среду, насыщенную знаниями. И вот за вот этой инъекцией новых знаний, идей, возможностей коммуникации, возможно, конкуренции с вашими коллегами однозначно стоит рассмотреть такой вариант, как MBA. То есть это явная перезагрузка ценностей, навыков и умений для того, чтобы входить в новый этап по-новому. Ну и, пожалуй, единственное, чему научила нас пандемия, ну, помимо всего прочего, да, есть много теорий, что мир никогда не будет прежним, но самое главное, чему она нас научила, так это то, что все можно делать гораздо быстрее. Посмотрите, как быстро все перешли в онлайн, да, и даже те, кто говорил, что невозможно и технологии, и это не будет работать, за несколько дней буквально перестроились бизнес-процессы. И оказалось, что очень многие вещи можно делать под давлением внешней среды, и можно быстрее разрабатывать технологии, быстрее запускать проекты, повысить эффективность своих сотрудников на удаленке. Все можно делать быстрее, да, можно все делать самому и очень долго, а можно привлечь команду, поставить задачу и все сделать гораздо быстрее. И, наверное, самое лучшее время для любых решений сейчас, потому что так много и быстро меняется, что ждать еще неопределенного будущего, наверное, будет по меньшей мере необдуманно. Поэтому если стоит действовать и что-то менять, то делать это нужно было вчера, но можно сделать это прямо сейчас. И модульный формат обучения, он как раз позволяет перенастраивать свой бизнес поэтапно. То есть вам не нужно ждать полгода, пока у вас закончится дисциплина. Вы приезжаете на модуль, получаете квинтэссенцию знаний, рекомендаций, практики, кейс-стадии, и можете вернуться в свой бизнес и внедрить это, чтобы к следующему месяцу быть готовым к следующей итерации. Таким образом, за 18 месяцев вы можете по кирпичикам полностью пересобрать свой бизнес. Вам не нужно для этого ждать, когда вы прослушаете весь курс, когда вы защитите все. Наши студенты, большинство из них монетизируют свое обучение уже в ближайшие 3-4 месяца за счет внедрения тех мыслей, идей и инструментов, которые у них появляются уже в первые месяцы. Почему? Потому что они не ждут, когда закончится все, в надежде, что они узнают что-то еще, что кардинально поменяется. Да, конечно, они узнают, да, конечно, но можно уже сразу начинать отлаживать свой бизнес. И тот неопределенный мир, в котором мы живем, он требует погружения в не только умение работать по слабым сигналам и риск-менеджмент, но еще и требует более высокого уровня эмпатии, умение проявлять эмоциональный интеллект там, где нужно, а жесткость там, где не нужно. И вот это, пожалуй, то, чему можно научиться в рамках MBA, в рамках наших хоккей-стадий, командных игр, интерактива и тех задач, которые ставят заказчики перед слушателями MBA. Это позволяет в условиях жесткого ограничения времени, ограничения информации и не всегда простого взаимодействия с заказчиком добиваться максимального результата, после чего уже остальные задачи такими сложными не кажутся. Ну и, соответственно, в конце хотела бы просто в заключение сказать, что какой бы выбор вы не сделали в пользу образования или в пользу обучения, самое важное, что вам необходимо осознать, что обучение, оно зависит от вас в такой же мере, как оно зависит от университета. Университет дает возможности, дает статус, диплом, аккредитацию, преподавателей, дает вам контекст для нетворкинга и взаимодействия. Но сколько вы возьмете от этого, зависит только от вас. На самом деле, не случайно программа ЕМБА, например, строится каждый модуль индивидуально под слушателей, да, в MBA немного более жестко, однако контент внутри каждой дисциплины, которую мы вам даем, он модерируется преподавателем. Это не значит, что он индивидуализируется под потребностью слушателей, но это значит, что вы на самом деле являетесь модераторами этого процесса. Вы задаете фон, вы задаете проблематику, вы задаете дискуссию, вы насыщаете этот контент своими кейсами, вы делаете его живым. Поэтому самое главное, с чем стоит приходить на MBA, это с энтузиазмом того, что вы действительно хотите что-то поменять в своей жизни, в своем бизнесе, в своей карьере, и тогда вы действительно сможете полноценно извлечь из этого все, что только можно, и немножко того, что на самом деле может быть казалось невозможным. Спасибо большое за внимание. Если вопросы будут какие-то, я буду в конце готова ответить. Спасибо большое, Дарья, за очень информативное выступление. Ты очень много говорила о том, что сейчас важно учиться на кейсах, очень важно соответствовать времени и быстро учиться. И вот как ответ на быстроту, на скорость реакции, мы в условиях пандемии запустили кейс-стадди, который условно назвали кейс-соревнования, запустили ее вместе с пятью ведущими российскими и зарубежными компаниями. Это реальные компании, это реальные кейсы, которые решаются здесь и сейчас нашими слушателями MBA. Ну, а о самом процессе кейс-стадди я бы хотела попросить рассказать руководителя специализации финансовый директор, доцент МГИМО Василий Николаевич Ткачев. Женека Марьковна, большое спасибо. Очень всегда приятно выступать после моих коллег-женщин, особенно зарядившись их энергетикой. Всегда как-то расцветаешь, тоже стараешься произвести впечатление в ответ. Я сам тоже немножко представлюсь. У меня нет заслуг, к сожалению, победы в марафонах. Но я надеюсь, что тоже какой-то определенный багаж профессиональный уже, конечно, сформировался. Значит, я сам выпускник факультета МЭО 96-го года. Это тоже один из ведущих факультетов МГИМО наряду с дипломатическим факультетом наших международных отношений, наряду с международным правовым факультетом журналистики и, безусловно, юридическим факультетом. Когда я обучался, у нас было в основном 4 факультета. Сейчас, конечно, мы существенно разрослись, появились и филиалы в России, и филиалы за рубежом. Что касается нашего экономического образования, то оно всегда носило международный характер. И среди крупных наших известных бизнесменов-выпускников вы, наверное, знаете Алишера Усманова, Владимира Потанина. Среди молодых наших выпускников, наверное, стоит назвать Илью Полякова, который возглавляет один из крупнейших банков Росбанк на нашем рынке. Он достаточно молодой, ему 41 год, и уже на таком высоком посту находится. Поэтому, конечно, бизнес-образование, экономическое образование для нашего института тоже имеет длительную историю, длительные традиции. И неудивительно, что школа бизнеса возникла в НГИМО одна из первых, и одна из первых получила, в общем-то, международное признание. Ну и призвание тоже, потому что мы призваны как раз укреплять международные связи, в том числе и в бизнесе. О качестве образования я согласен с Дарьей. Действительно, те учебники, по которым мы учились в 90-х годах, в начале 90-х, они уже были тогда передовые. Они опережали учебники, учебные пособия всех других вузов. Тогда я на третьем курсе оказался на годичной стажировке в Голландии в одном из тоже ведущих университетов Эразмуса, то оказалось, что я вполне наравне с другими студентами из других стран мог, в общем-то, участвовать в образовании и в обсуждении, делиться какими-то тоже своими навыками, получать информацию от них. Или когда мы и мои коллеги тоже устраивались на практике в первой компании, в которой тогда начинали работать, я помню, приходил на собеседнику в такой диалог, я там некоторое время постажировался, и это был где-то, примерно, 93-й год, только начало торгов, видите, государственными облигациями на рынке, где тоже тройка активно работала. И уже тогда мы знали Excel, хорошо могли работать в нем, и это тоже производило впечатление, да еще и на английском языке, в общем-то, с финансистами из других стран. Поэтому вполне логично, что уже тогда институт использовал метод кейсов как один из направлений и одну из техников образования. Что такое метод кейсов? Это решение и анализ какой-то конкретной ситуации из бизнеса, из экономики, ну вот в моем случае, да. И, конечно, мы тоже это изучали по тем учебникам, которые были, потому что мы много работали с западными учебниками. Но это тот элемент, который, в общем-то, ввел в свое время Гарвард, да, и почему он получил тоже признание в мире, потому что Гарвардский университет доказал, что именно изучение конкретных практик, да, их анализ позволяет выявлять сильные и слабые стороны решений, которые менеджмент принимает и впоследствии, наверное, поможет избежать каких-то ошибок очевидных, ну и, в общем-то, является тренировкой, в общем-то, своих навыков, возможностей по преодолению тех или иных ситуаций в бизнесе. Но, опять-таки, МГИМО использует метод кейсов, наверное, вот, насколько я знаю, уже и в 80-х годах, в конце 80-х, 90-х, 2000-х, но мы пошли немножко дальше. Вот правильно Атон Владимирович отметил, во многом школа бизнеса должна являться и драйвером некоторых новых начинаний. Почему? Потому что мы в этом году внедрили первое в России решение кейсов в реальном времени. Чем это отличается от стандартных кейсов? Мы работаем с реальными компаниями, они на спайде показаны, это ведущие инновационные компании России, и наши слушатели участвуют в течение двух месяцев в решении той бизнес-ситуации, которая сейчас является актуальной для этих компаний. Как мы пришли к такой идее? Где-то 3-4 года назад к нам обратились наши коллеги, партнеры из одной из ведущих школ бизнеса Великобритании, школы бизнеса Хенли. Они искали партнеров России для того, чтобы организовать изучение бизнес-кейсов российских компаний. Они выбрали МГИМО как наиболее передовой вуз и наиболее продвинутую школу бизнеса в качестве своих партнеров. И несколько раз присылали к ним достаточно, к нам достаточно большую группу по 40 человек, зарубежных бизнесменов, которые знакомились на России и в течение недели знакомились с бизнесом российских компаний и таким образом тоже, в общем-то, позволяли развивать международное бизнес-сотрудничество. Посмотрев на этот опыт, мы решили его развить и применить тоже в образовательном процессе нашей школы бизнеса. Мы пошли на шаг вперед. Мы попросили все компании использовать именно реальные кейсы, которые сейчас стоят перед ними, а не те ситуации, которые, возможно, были раньше, и компания хотела бы обсудить со студентами их решение. Достаточно сложно внедрить такое решение кейса в реальное время, потому что вы сами понимаете, компаниям надо отвлекаться на то, чтобы объяснять студентам, как они работают, какие задачи стоят перед ними, взаимодействовать, выслушивать предложения наших студентов. И мы считаем, что действительно те компании, которые были нами в итоге отобраны, они как раз и позволяют не только представить спектр, достаточно широкий спектр всего российского бизнеса, но и помогают эффективно взаимодействовать студентам с представителями данных компаний. Я кратко пробегусь быстрее по компаниям. В первую очередь, это, конечно, один из ведущих крупнейших банков России – Сбербанк. Сбербанк активно инвестирует в различные стартапы, в том числе финтех-стартапы. Мы как раз работаем с таким очень ярким, динамичным, молодым стартапом финтеха «Пейзакат». Вместе со Сбербанком наши студенты погружаются в проблематику такого передового и интересного направления в финансах. И более того, вы знаете, не только изучают опыт компании текущей, но и предлагают свои решения. Вот они уже месяц работают, да, мы это запустили соревнование месяц назад, сейчас мы находимся ровно в середине, и нам еще месяц предстоит дальше дорабатывать решения этих кейсов. Вот уже сейчас представители компании мне говорят, вы знаете, они нам такие революционные идеи, ваши слушатели предлагают, уже полностью переделать бизнес и в квадрат его возвести. Мы даже не ожидали, что это будут не просто какие-то такие по-английски «fine tuning», да, настройки бизнеса, а это очень смелые амбициозные планы, которые действительно мы могли бы в своем бизнесе впоследствии реализовывать и зарабатывать на это различные действия. То есть не только они делятся с нами опытом, но концепция бизнес-энгейджмента, она подразумевает взаимное обогащение опытом. Действительно, наши многие слушатели, они являются собственниками бизнеса, они уже 20-30 лет в бизнесе, и они тоже могут многое посоветовать других компаний. Я кратко еще остановлюсь, наверное, на двух компаниях. Это группа Черкизова, где к нашей большой радости с нами сотрудничает наш тоже выпускник 1986 года. Это Терехин Андрей Николаевич, он возглавляет в группе Черкизова управление экспорта. Ну, я думаю, группа Черкизова всем известна, мы все едим бренд Петеленко, различные продукты, куриные этого бренда. Так вот, Андрей Николаевич нашел время, выделил ресурсы на взаимодействие с нами, тоже очень поволен нашей группой студентов. Ну, тут тоже ничего удивительного нет, потому что, как уже отметили, у нас есть специальное направление, которое занимается сельским хозяйством, агробизнесом, и Наталья Владимировна Чернера принимает активное участие, является наставником этой программы, сама имеет огромный опыт в этом направлении, поэтому с ее помощью мы привлекли вот такого крупного представителя агробизнеса к нам в кейсе. Компания Nord Gold совершенно из другой сферы, это золото, это как раз ближе, наверное, к финансам, ближе к моей специальности, тоже возглавляет финансовую службу, службу казначейства наш выпускник, который в том числе является и выпускником программы лидера России, поэтому здесь вы видите вот знак качества, он подтверждает, это Сергей Смирнов, мы ему очень благодарны за то, что он с нами постоянно и плодотворно сотрудничает, ну и, наверное, кратко скажу, что компания Sweep, это тоже молодой финтех-стартап в области платежей, и компания Schneider Group, это компания консалтинговая, тоже парадокс, консультанты просят у нас совета, как самим развивать бизнес, и наши студенты с радостью, наши слушатели подсказывают им, как этот бизнес развивать, поэтому мы очень надеемся, что за оставшийся месяц будут предложены потрясающе интересные решения кейсов, которые мы вместе с панелью экспертов заслушаем, представители компании выскажутся, определим победителя этого кейса соревнования, но это действительно наш первый такой опыт, и нам даже не с чем его сопоставить в России, потому что такого подобного массового решения кейса в режиме онлайн просто не существует, мы активно взаимодействуем с другими школами бизнеса, делимся нашим опытом, вот я года 3-4 назад выступал на заседании РАБО Российской ассоциации бизнес-индустрии, бизнес-образования, я делился опытом нашего взаимодействия с Хенли, этот опыт был очень интересен, решение кейсов было интересно, но видите, за это время вот мы продвинулись, внедрили решение кейсов у себя в режиме онлайн, наши коллеги пока еще изучают наш новый опыт, пока еще не внедрили, мы взаимодействовали со Сколково, где тоже поделились своим опытом, они поделились своим опытом решения кейсов, поэтому мы всегда готовы обсуждать его, пожалуйста, развивать какие-то совместные программы, я надеюсь, что в следующем году мы можем замахнуться на уже международное решение кейсов, подключить зарубежные школы бизнеса и нам вполне по силам сопоставить опыты зарубежных компаний и наших слушателей, поэтому я кратко в завершении своего такого небольшого рассказа считаю, что, конечно, бизнес-индейдеринг, взаимодействие с бизнесом очень важная составляющая школ бизнеса, подобного такого примера у других школ бизнеса мы пока не знаем, гордимся своим опытом, гордимся своими решениями, пусть ориентируются на нас, пусть нас используют в качестве образца, и, наверное, как мы, когда открывали кейс соревнований, подвели черту под торжественным мероприятием, наш слоган был следующий, давайте сделаем шаг в будущее вместе, поэтому точно так же, как и по решению кейсов, я вам всем предлагаю сделать шаг в будущее с нами вместе, вместе с нашим образованием, повышать свои компетенции и активно взаимодействовать с ведущим вузом России, с ведущей школой ГИБ. Большое спасибо, я с удовольствием отвечу на все вопросы в рамках уже нашей ЮНД. Спасибо большое, Василий Николаевич, спасибо за прекрасную презентацию кейс-стадии и в продолжении вот рассказа, наверное, о том, как мы перешли на онлайн-формат, я попрошу рассказать вообще, что такое, что значит учиться на программах МБМ ГИМО, попрошу рассказать слушателя первого года, первого курса МБМ по специализации международный нефтегазовый бизнес Иван Караяниди. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Да, я являюсь слушателем по направлению международный нефтегазовый бизнес, учусь неполный первый год, получается, и примерно год назад находился в роли, наверное, тех потенциальных слушателей, которые сегодня присутствуют на этой конференции на дне открытой двери. Поэтому, думаю, прежде всего, им интересно, почему я выбрал МГИМО и действительно, как проходит обучение сегодня. МГИМО я выбрал, потому что по роду своей работы часто имел отношение, был в контакте с представителями Министерства иностранных дел, торговыми представителями сотрудниками сотрудниками посольства Российской Федерации по линии межправительственных комиссий. И я могу сказать, что я всегда восхищался этими людьми, их профессиональными качествами и личностными характеристиками. Люди очень достойные, люди, которые всегда выглядят очень эффектно, с ними можно обсудить любые темы. И еще раз говорю, я впечатлился, и это породило у меня какое-то желание быть причастным к МГИМО, не просто как к зданию, а как к сообществу вот этих людей и выпускников. И тогда уже вот это желание у меня появилось. Но тем не менее, будучи человеком прагматичным, я собрал всю информацию по ведущим вузам в России и подходил очень взвешенно. Конечно, смотрел стоимость обучения, программы обучения, смотрел подавательский состав. И в итоге все-таки сделал свой выбор, мой выбор полна МГИМО, о чем я сегодня не просто не сожалею, а очень рад, что все сделал правильно. Почему? Объясню. Во-первых, сразу забегая вперед, скажу, что это сегодня не прозвучало, но тем не менее, я не думаю, что я секрет выдам какой-то. Я был приятно, например, удивлен, когда у нас, кроме преподавателей МГИМО, еще появились лекторы из Института нефти и газа, из Сколкова, из Мирбиса, и я понял, что МГИМО это платформа, которая учитывает и вот эти веяния других школ, других институтов и не только по направлениям, где предусмотрены два диплома, там, цифровая экономика и так далее, но и по направлению международный нефтегазовый бизнес мне преподают представители различных школ. Далее сама форма обучения, я учусь на модульной форме обучения, то есть по две недели. Мы сразу же сдружились с ребятами, уже прозвучало, что среди обучающихся МГИМО в бизнес-школе МГИМО много лидеров России, я это подтверждаю, это ребята очень достойные, умные, у них многому можно научиться. В итоге сегодня по моему направлению присутствуют не только представители нефтегазовых компаний, есть ребята, которые вроде далеки от этой сферы, но все мы общаемся и перенимаем опыт друг от друга очень активно, у нас соответственно есть чат общий, мы общаемся как в рамках МГИМО, так и соответственно встречаемся и после обучения, и не только в процессе вот этого модульного обучения все уже дружим. Также хотел отметить отношение со стороны администрации МГИМО к учащимся, это нечто, Вероника Витальевна, она вообще воспринимаем себя как ее дети, любые пожелания, любые какие-то просьбы, немедленно происходит реагирование, все учитывается, находятся какие-то оптимальные решения, это все очень приятно для слушателей, мы настолько к этому привыкли, конечно, пытаемся не злоупотреблять этим, но тем не менее происходит некое привыкание к тому, что тебе прислушивается и все твои пожелания, требования как-то учитываются в работе. Также хотел рассказать, что конечно вот эта ситуация с ковид немножко выбила из колеи некоторых наших слушателей, потому что мы перешли в формат онлайн формат обучения и этому путешествовало какие-то сомнения, у нас в чате высказывались конечно разные мнения, люди некоторые переживали, потому что у нас люди из других городов, у некоторых разница во времени 5 часов с Москвой, кто-то просто говорил не понимая, что это формат, как это будет выглядеть, тяжело перестроиться, но итог он просто превзошел ожидания, это было настолько интересно, у нас буквально неделю назад кончился этот модуль онлайн, и второй день уже те, кто сомневался, даже в большей степени, чем те, кто собственно не был против такого формата обучения, они просто были в восторге, и честно об этом говорили, я знаю, что администрация в курсе, всем очень понравилось, это не выглядело как, скажем так, монолог преподавателя, общение постоянное было живое, мы решали кейсы, мы общались, задавали вопросы, поэтому не просто никакого стеснения не испытывали, а знаете, даже в чем-то такой формат обучения превзошел молочную форму, единственное, нельзя сходить в кафе купить кофе или имбирный чай, который очень вкусный к нему, и последнее, что еще хотел, чтобы не отнимать время, значит, рассказать про вот этот кейс соревнования, это вообще отличная идея, спасибо большое администрации, бизнес-школы, Василию Николаевичу, как руководителю этого направления, потому что буквально за тот месяц, что прошел, я как раз попал в группу Сбербанк с ребятами, у нас там 13 человек, опять же, свой чат мы создали, и вот эта идея, она просто гениальная, потому что мы познакомились с представителями нескольких направлений бизнес-школы, у нас есть ребята с нефтегаза, с маркетинга, ребята есть с цифровой экономики, и могу сказать, что это уже изначально высокие профессионалы, за эти 2-3 недели я узнал столько, сколько я не знаю до этого, за годы, наверное, не узнал из вот этих сфер, маркетинг, цифры и так далее, диджитал, настолько идет гениальное общение, принимаются отличные идеи, и мы понимаем ту ответственность, которая на нас лежит, потому что руководитель проекта вот этого направления Сбербанк PayZacat в принципе дал нам понять, что все наши идеи будут реализованы прямо сейчас, то есть мы принимаем какие-то решения, они их реализуют прямо вот параллельно с тем, как мы работаем, и это накладывает ответственность, и заставляет работать подход, вот то, что мы сегодня делаем, командное общение, и те решения, как мы вырабатываем, какие решения вырабатываем, это просто, просто говорю, отличная идея, всем очень нравится, все в восторге, я уверен, что так по всем группам, вот этот дух соревнований, он еще подстегивает нас всех, и поэтому каждый день мы в контакте с группами и разделили направления и собственно отрабатываем, я думаю, что итоговый результат, ну хочется верить, что всех удивит, и как-то вся программа это пойдет дальше, и не только первый год будет, но и пойдет в постоянное, скажем так, ежегодное какое-то программу обучения, в общем, не знаю, я от обучения в восторге, благодарен МГИМО, и всем рекомендую, если какие-то есть сомнения, все-таки присмотреться внимательно к той информации, которую я сегодня сказали, и если будут вопросы какие-то лично ко мне, то уже готов ответить как-то. Спасибо. Спасибо большое, Иван, за такое эмоционально яркое выступление, и я уверена, что вы вольетесь в семью МГИМО и станете членом нашей семьи и достойным выпускником МГИМО и членом клуба выпускников МГИМО. Я с удовольствием хотела бы еще, наверное, попросить рассказать о своих впечатлениях уже выпускника МГИМО, нашего замечательного Дениса Кирикова, выпускника МГИМО цифровая экономика, который учился на одном из первых потоков программы МГИМО совместно с МФТИ. Денис, добрый вечер. Денис Кирикова, добрый вечер, коллеги. Наверное, в первую очередь хочу высказать слова благодарности всему коллективу, коллективу школы бизнесом МГИМО. Постараюсь быть краток, емок в описании своего опыта, очень емкий, качественный и на самом деле эмоционально насыщенный. Прям вот по принципу ностальгии слова Ивана сейчас были. Я прям всячески подтверждаю каждое его слово. немного о своих впечатлениях. Что обеспечивает процесс, что обеспечивает непосредственно сама программа, которую мне удалось закончить, цифровая экономика, первый поток цифровой экономики, это безусловно качественный рост знаний руководителей. Особенно делаю акцент именно на качественное, не на количественное, потому что и вправду собираются люди в команде, люди в коллективе, люди в группе уже достойные. Вот прям заочно о своей группе и о потоках, с которым приходилось как-то соприкасаться в моменте учебы не только цифровой экономики, финансовый директор и так далее. Все люди, которые обучаются и пришли в школу бизнеса, это безумно достойный менеджмент. Это хоть Вероника Витальевна привела пример 70% количественного соотношения менеджмента среднего звена и 300% высшего звена либо собственников, я бы хотел приравнять всех исключительно к уровню менеджмента высшего звена. По итогу удается, наверное, с обучения сформировать какой-то рациональный подход к планированию своего будущего стратегического будущего. Мне вправду удалось достигнуть те тезисы, которые сегодня говорили, это упереться в потолок, когда пришел и постараться прыгнуть выше головы, когда ушел. Отдельно я не могу ни выделить, ни акцентировать внимание на составляющей части своей программы. Это блоки, которые были связаны с физтехом. Это полноценное образование, полноценное практическое образование. Физтех дал очень многое. Я непосредственно обучался в формате выходного дня, когда мы при пятницу, субботу, воскресенье на ежемесячной основе посещали занятия. Однако со стороны физтеха была инициатива добавить в данную форму, временную форму еще и период четверга, когда на протяжении каждого модуля нас водили и это даже нельзя сказать на экскурсию, прямо на полноценный учебный процесс, обмена опытом. В компании лидеры, их очень много и сегодня уже как пример приводили спикеры Яндекс, Сбербанк, всевозможные компании физтех индустрии, да и в принципе промышленности, когда менеджмент уделял нам полноценное время и рассказывал на практике, выслушивал нас, какие-то пожелания, какие-то идеи, отвечал на вопросы, как построены у них и как можно это транслировать, ретранслировать на свой бизнес, на свои рабочие процессы. И в этом во всем получился такой двухлетний период, который, если честно, к коллеге пролетел вообще как один день. он был прям вот настолько быстрый, настолько желанен, что я для себя выработал некую такую, это не формулу, это такой тезис, в школу бизнеса очень волнительно прийти, и оттуда вообще не хочется уходить. И каким-то образом удается поддерживать, слава тебе, господи, теплые отношения, обращаться на самом деле за какими-то советами и коллеги испытательского состава всегда возвращаются, несмотря на то, что уже выпускник, каким-то образом пытаются подсказать, помочь, если это требуется. На самом деле сильно то сообщество выпускников, которое поддерживается, которое на регулярной основе уже за стенами великого вуза, точнее двух вузов в моем случае, активно общается, также обменивается, также есть коллаборация, есть та самая акселерация, о которой сегодня говорили, и еще много терминов, которые и вправду существуют. Нам удалось благодаря по выбору выездного модуля, правда, немного с другой группой побывать с Василием Николаевичем сейчас, да и с Житом Зовиной посмотреть опыт и практику английской школы бизнеса, пусть короткой программой, но все же, да, и я могу сказать, что это совсем наша программа, наша школа, МГИМО совершенно не вступает, зачастую даже в профильности определенных, в глубине определенных дисциплин превалирует, выигрывает и дает намного емкие, а значительно главным образом практики знания, нежели то, что мы увидели вообще-то в школе бизнеса Оксфорда. Будем надеяться, нам показывали лучше, а не показывали худшее, надежда на то, что мы скорее уехали, но все же. Еще раз я хочу искренне сказать слава благодарности и подчеркнуть, что школа бизнеса, МГИМО, это лучшая бизнес-школа страны. Как и Иван говорил, я очень, помимо всех лестных характеристик, очень такую претензионную работу провел по всему рынку образования, когда выбирал непосредственно куда пойти уже на МБИ, на какую программу пойти, по многофакторному анализу, и я не то, что не сожалею, я прям рад, что я выбрал МГИМО по сочетанию неважно всех временных, финансовых, всех затрат, это не просто окупилось, это дало на года, как я сказал, дало на ту стратегию длиной, на безумно длинном временном периоде горизонте. Большое еще раз спасибо. Готов ответить на любые вопросы после, если того нужно. Спасибо. Добрый вид. Спасибо большое, Денис. Спасибо. Заслушалась и заговорилась. Спасибо большое за лесную оценку нашей работы, но она, конечно, невозможна была бы без нашего совместного творчества, я бы так сказала, потому что, конечно, каждый слушатель, каждый выпускник MBA, Executive MBA, других наших программ, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, это большой специалист. И вы правильно отметили, то, что все приходящие в бизнес-школу МГИМО слушатели привносят тот опыт колоссальный, который имеется у каждого из вас. И вы составляете большое, дружное, профессиональное сообщество слушателей, а далее выпускников МГИМО. Мы вам за это благодарны. Я думаю, у нас есть время на два вопроса, и я попрошу Елену Миранчук задать эти вопросы, если они у нас появились за то время, пока мы были в эфире. Добрый вечер, уважаемые участники Дня Отпитых Дверей Школы Бизнеса МГИМО. Во время презентации наших программ мы получили несколько ваших вопросов на мейл. Итак, первый вопрос. Можно ли поступать на программу MBA при отсутствии экономического образования? Да, у нас нет никаких ограничений по получению первого образования. Можно и с экономическим и с любым другим. Главное отвечать следующим требованиям на программу MBA. Это должен быть возраст старше 25 лет, иметь опыт работы не менее трех лет и, соответственно, необходимо будет пройти еще некоторые испытания в виде написания эссе, представления мотивационного письма, а также решения бизнес-кейса. Спасибо. Вопрос следующий по двойным программам MBA. Где и как проходят занятия на двойных программах MBA? На двойных программах MBA занятие проходит на двух площадках, то есть если мы проводим программу совместно с МФТИ по направлению цифровая экономика, то дисциплины, которые читают преподаватели МГИМО, проходят у нас здесь на проспекте Вернадского 76, а занятия МФТИ реализуют в своем московском кампусе в центре на Климентовском переулке. То же самое и с нашими партнерами МИСИС, Британская Высшая Школа Дизайна, свою часть специализации они проводят на своей площадке. Спасибо большое. Я, наверное, добавлю еще, Лен, по поводу программы MBA финансы совместно с университетом АДА. Программа проводится на английском языке. Первый год обучения проходит в Азербайджане, в Баку. На втором году обучения слушатели приезжают в модульном формате в Москву. Я надеюсь, что эпидемия к тому времени спадет. Спасибо, Анжелика Мальковна. Далее. Какой диплом получают по окончании обучения на программе MBA и на программе Executive MBA? Наши выпускники программы MBA и Executive MBA получают диплом о профессиональной переподготовке при своем квалификации мастер делового администрирования или Executive мастер делового администрирования. Соответственно, они получают, если это мы говорим, у программы двойных дипломов соответствующие дипломы вуза партнера, тоже с присвоением квалификации мастера делового администрирования, а также именной сертификат AMBA, подтверждающий аккредитацию программу в ассоциации MBA. Спасибо, Ирина Квитальевна. И у нас остался последний вопрос про этапы отбора. Расскажите, пожалуйста, про процесс отбора на программы MBA и на программу Executive MBA. Ну, я думаю, мы про MBA уже сказали. Я попрошу Анну Владиславовну про Executive MBA немножко, потому что там есть особенности определенные, потому что мы проходим еще фильтр, который называется собеседование с научным руководителем программы. Видимо, нужно включить звук для того, чтобы ответить на этот вопрос. Программа Executive MBA этапы отбора, они аналогичны в первых своих этапах программы MBA. То есть это представление необходимого пакета документов, это представление резюме, это ответ на вопрос, который формулируется и задается, то есть это написание эссе, далее это написание бизнес-кейса и при успешном прохождении данных этапов отбора будет собеседование с научным руководителем, то есть со мной. В настоящее время это собеседование проходит в режиме онлайн, но мы все-таки надеемся, что вот прямо скоро мы сможем встретиться лично. Спасибо. Спасибо большое, Анна Владиславовна. Завершая сегодняшнюю нашу встречу, я еще раз хочу поблагодарить всех наших участников, наших абитуриентов, наших слушателей, выпускников, наших руководителей программы, направлений, всем тем, кто выбирает сейчас направление подготовки для получения второго образования, для получения дополнительного образования. Я советую внимательно подумать о тех целях, которые вы ставите перед собой. Понятно, что сейчас достаточно неопределенное время, но оно закончится, и вы вновь будете строить стратегические планы, а кто-то уже строит эти стратегические планы. Не зря говорят, что кризис это время возможностей. Вот мы предлагаем оценить эти возможности и выбрать программы MBA, Executive, MBA, МГИМО. Мы вас ждем. Приходите, звоните, наш сайт mba.mgemo.ru. Мы готовы ответить на все вопросы, которые еще у вас возникнут. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok